Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Ингуши. Войнахский народ на Северном Кавказе. В России по последней переписи 2010 года проживает 444 тысяч ингушей, большая часть из которых расселено в Ингушетии и Северной Осетии. Говорят на ингушском языке нахской группы северокавказской семьи. Древнегреческий географ Страбон в своей географии первого века нашей эры упоминает северокавказский народ горгорейцы, живший рядом с амазонками. Этноним горгорейцы имеет хурицкие корни и напоминает самоназвание ингушей – Галгай. Ингуши являются мусульманами традиционного суфийского тариката – духовного пути, основанного на тарикате шейха Абд-Ал-Кадира-Ал-Джелани и шейха Бахауддина-Накшбанди. Доисламский период на территории Ингушетии было распространено как язычество, так и христианство. Первые христианские миссионеры, согласно трудам историка Башира Далгата, появились в Ингушетии приблизительно в X веке, одновременно со светом Грузии, и были грузинами. Христианство распространялось в Ингушетии и Чечне достаточно широко. В настоящий момент на территории современных Чечни, Ингушетии и Северной Осетии существует множество археологических, исторических и архитектурных памятников, подтверждающих многовековое христианство среди ингушей в частности и войнахов в общем. Основой культуры ингушского народа является эсдел – свод неписанных моральных и этических правил поведения ингушей, который охватывает все сферы жизни любого члена общества, начиная с самого детства. Эсдел является кодексом чести и поведения, который передается из поколения в поколение родителями и обществом. Ингушская культура очень разнообразна и насчитывает множество легенд, эпосов, рассказов, пословиц и поговорок, богатые музыкальная, танцевальная и певческая традиции. Ингуши как этнос ментально неразрывно связаны со своей башенной культурой. Данный факт лучше всего подчеркивается самоназванием ингушей – геолгай, которая переводится как «люди башен». Ингушские башни строились в период между X и XVII веками нашей эры. Расположены преимущественно в Джейрхартском районе Ингушетии, в небольшом количестве имеются также в Сунженском районе Ингушетии. Выделяются три основных типа башен – жилые, полубоевые, в некоторых источниках полужилые и боевые. Также к объектам древнего ингушского каменного зодчества относятся культовые строения и могильники – некрополи, располагающиеся в периметре башенных комплексов. Основные продукты в приготовлении блюд ингушской кухни являются мясо баранины или птицы. Блюда из ингушской кухни легко усваиваются организмом. Острые приправы, чеснок, перец, лук – одни из самых важных компонентов многих ингушских блюд. Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ и информационного портала «Вестник Кавказа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова